Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Эфир телеканала АТВ продолжает информационный выпуск. В студии Александр Иванчиков. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах. Вы местные жители, да? Ну да. И сами сюда вывозите. Поймали с поличным. Свалка на берегу Байкала продолжает увеличиваться и уже достигла огромных размеров. Боевые искусства в центре внимания. В Бурятии прошел фестиваль единоборств в памяти героя России Алдара Цеденджапова. В условиях отсутствия потока воздуха, то есть эти вещества накапливаются. В превышении вредных химических соединений в Снежинке виновата вентиляция. Когда детский сад откроет свои двери вновь. В действиях директора бурятского неисельского хозяйства Лупсана Будажапова усмотрели признаки преступления против прав и свобод журналиста. Нападением на корреспондента АТВ уже заинтересовались следователи. Началась проверка. Учитывая, что в действиях чиновника, исходя из сюжета, содержатся признаки преступления против прав и свобод журналиста, следствием по данному факту начата процессуальная проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее правовое решение в отношении директора учреждения, основанное на собранных материалах. Помимо этого, Будажапова ждет расследование от отдела МВД по противодействию коррупции. Им предстоит проверить информацию о злоупотреблении Будажаповым своим служебным поломочиями при распоряжении земельным участком, который находится на балансе института. Скандал в Бурниске прокомментировал и редактор радиостанции «Эхо Москвы» Вулан-Удэ Игорь Озеров. Сегодня он посмотрел видеофайлы целиком в исходном виде. Мягко говоря, журналист был очень возмущен действиями разгоряченного профессора Будажапова, о чем и рассказал на записи программы «Актуальная тема». Это очень странная реакция, ощущение, что руководитель этого НИИ сельского хозяйства, у меня такое чувство, может быть, я ошибаюсь, что он впервые вообще столкнулся с журналистом, и у него есть какие-то веские причины не хотеть вообще с ним общаться по любому поводу, я не знаю, опасаясь чего. Это серьезная штука, это уголовная ответственность. Игорь отметил, что за его почти 30-летнюю карьеру журналиста подобного в республике не случалось. Полную версию интервью с Игорем Озеровым вы можете посмотреть в нашей программе «Актуальная тема». За прошедшие выходные сюжет о рукоприкладстве директора бурятского НИИ Лупсана Будажапова набрал совокупности несколько десятков тысяч просмотров. Только в нашем Инстаграм его посмотрели около 30 тысяч раз. Там же более двух сотен комментариев. Материалы растиражировали многие бурятские сайты и издания. Сегодня директором Дрочуном заинтересовались и федеральные СМИ. Мы подготовили подборку комментариев наших зрителей о произошедшем. Далее наша рубрика «Соцобзор». В служебном поведении сотрудник воздерживается от грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, угроз, оскорбительных выражений или реплик. Ну и так далее. Кодекс этики сотрудника Бурниска, цитата из которого только что была, подписан героем недели Лупсаном Будажаповым. И для самого директора, видимо, не больше, чем листочек. За несколько минут общения с нашей съемочной группой он умудрился нарушить чуть ли не все пункты кодекса. Поведение профессора и директора научного института вызвало шквал комментариев и мнений. При всей публике такие же стекуляции. Можно головара привести в город, но головаризм из головара не выветрить поколение 3. И этот профессор хотел стать ректором сельхозки. Да он бы там всех студентов испинал. Бог отвел вуз от... Какой отвратительный пожилой человек. Это просто стыд и срам. Чему учат нас пожилые люди? У корреспондента стальные нервы. Молодец. Я бы не выдержала. Конечно, среди комментариев были и защищающие ученого мужа. Нас, по традиции, обвинили в заказном характере материала и напомнили, что наша профессия вторая древнейшая. Заказной репортаж – стопроцентная провокация. Все диванные эксперты сразу сполошились. А на мой взгляд, по ощущениям, корреспондент всегда в своих репортажах ведет себя и говорит провокационно. Где-то хамовато. А если не хочет отвечать? У профессора есть такое право. К сожалению, для профессора нет у него такого права. Официальный запрос от редакции был. Договоренность о встрече тоже. Единственное, о чем мне предупредили директоры института – то, что Бурниск – это не его частная собственность. Я приду к вам в квартиру, чужих людей заведу, и они будут там сидеть. Это ведомство не ваше собственное состояние. Это закроет. Тем более не ваше. Это федеральные собственные. Тем более не ваше. Рукой мне не маши тут. Я как сотрудник с ним. Никакой сотрудник. Это позор такого сотрудника иметь. Запомни. Это позор иметь такого сотрудника. Запомни. Это позор этому телевидению. Что за профессора-хамы? Позволяют себе отбирать собственность, руки распускать, пинаться и еще утверждать, что он профессор. Ну, случай сам по себе вопиющий. Я хотел бы отметить, что какая бы ни была провокация, если все-таки считают, что была провокация, никто не имеет права доходить до рукоприкладства. То есть у нас здесь и воспрепятствование деятельности журналиста, нанесение побоев. У нас здесь оскорбление прямое. И, конечно же, это даже с чисто человеческой стороны человека не красит. Но я думаю, в данном случае есть хорошие перспективы для преследования в правом порядке. Думаю. И напоследок. Очень много зрителей советовали нам обратиться в суд. Что мы, собственно, и сделаем. Этот мусор не скроет даже снег. Алексей Циденов отправился в рейд по свалкам Байкала. Глава побывал на несанкционированной свалке возле поселка Турка в селе Горячинск. И посетил очистные сооружения в Максимихе. Наша съемочная группа была вместе с ним и даже застала нарушителей, которые собирались свалить мусор в неположенном месте. Репортаж Мариам Восконян. Так бывает. Приезжаешь на Священное озеро отдохнуть, а там тонны мусора. Масштабы свалки в поселке Турка просто поражают. Здесь накопилось больше 200 тысяч кубометров мусора. Чтобы стало понятнее, это больше 10 тысяч полных мусоровозов. Прямо на месте Алексей Циденов принял решение выделить 20 миллионов рублей, чтобы уже в ближайшее время начать сортировать и вывозить отсюда мусор. Предварительно место выбрали на полигоне в Вахмистрово. Ее надо в любом случае ликвидировать. Будем искать проектное решение, как это сделать. Мы сюда 40 лет возили, конечно, и здесь больше 200 тысяч кубов уже накопленных отходов. Непростое решение об этом дорогостоящем. В любом случае решать надо, будем решать. Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Однако не успели мы уехать отсюда, как местные жители сами приехали на эту свалку. Причем с прицепом мусора. А на вопросы журналистов только отнекивались. И сами сюда же свозите мусор. А почему? Для чего? Там же есть ниже сортировочная станция. Мы вот туда и едем. То есть вы экономите деньги, да? Не, не экономим деньги, мы едем именно туда. А что такой крюк делаете? Говорят, посмотрели здесь что-то как? Говорят, местные хотим посмотреть. Вы местные жители, да? Ну да. И сами сюда вывозите. Даже после долгих расспросов мужчины стояли на своем. Справедливости ради отметим, молодые люди развернулись и выбросили мусор буквально в 100 метрах на санкционированной свалке. Однако, что их на это сподвигло, совесть или наше присутствие, остается непонятным. Что касается свалки, решение по ее ликвидации примут на ближайшей сессии Народного хурала в апреле. Нужно сделать сначала проект, потому что целиком вывозить, как вы уже слышали, наверное, но это действительно очень серьезное мероприятие будет. Скорее всего, нужно попытаться все-таки отсортировать грунт от того мусора, который там накопился, и дальше уже остатки мусора вывозить. Следующей точкой нашего рейда стала несанкционированная свалка в Горячинске. Это небольшая куча мусора прямо на дороге. Как отметила представитель регионального оператора «Экоальянс», только 30% сельчан оплачивают вывоз мусора. Остальные, как правило, предпочитают вывозить отходы в лес, например, сюда. Это не китайцы, это обычные наши местные жители, которые не хотят платить. Вот сейчас, когда реформа приходит с 1 апреля, то есть люди будут обязательно платить. То есть это обязательный платеж. То есть они один раз не заплатят, второй раз не заплатят, третий раз у них уже снимут с их собственных средств. Отметим, новый региональный оператор начнет работать с апреля. Также в планах к этому времени ввести новые единые тарифы на вывоз мусора. Кроме свалок, глава Бурятии проверил ход строительства очистных сооружений в Максимихе. Предполагается, что уже летом начнется их полноценная эксплуатация. Это будут сейчас основные для приема стоков с Максимиха, с Узборгазина. У нас предусмотрено все равно в Узборгазине дополнительное строительство очистных. Но пока они не будут построены, будем подвозом заниматься сюда. К этому же времени планируют ввести в строй и мусорный полигон возле поселка Максимиха площадью 20 тысяч квадратных метров. Однако власти не в силах очистить Байкал в одиночку. Им может помочь каждый из нас, хотя бы начав с себя. Мариам Восконян, Булат Жигмитов, телекомпания АТВ, Прибайкальские и Баргузинские районы. Плохая вентиляция. Одной из наиболее вероятных причин превышения вредных веществ в детском саду номер 90 назвали недостаточный воздухообмен. Напомним, 7 марта в Улан-Удэ закрыли детский сад «Снежинка». Специалисты Роспотребнадзора выявили там повышенное содержание формальдегида и гидроксибензола в воздухе. Эти химические вещества появились в дошкольном учреждении после капитального ремонта. Его сделали в ноябре прошлого года. Сейчас часть отделочных материалов уже прошла проверку. Нарушения пока не выявлены. Выделения имеются ниже ПДК, но они есть. И в условиях отсутствия притока воздуха, то есть эти вещества накапливаются в помещении, создавая концентрацию выше ПДК. Достаточно обеспечить природу воздуха. Тем более, что по требованиям нормативных приток в детских учреждениях полуторакратный в час. Это была проектно-сменная документация, которая прошла все экспертизы, которая прошла все подтверждения. Строительный надзор осуществлял Улан-Удэстер-заказчик. Это специалисты, это строители, которые следили за ходом ремонта. Для того, чтобы детский сад открылся как можно скорее, город возьмет на себя все расходы по реконструкции вентиляционной системы. К работам приступят на днях. Меж тем, окончательные результаты экспертизы будут известны в начале апреля. А пока в Улан-Удэ проверят все дошкольные учреждения, в которых в прошлом году делали ремонт. Нагадили, а за собой не убрали. Ресурсоснабжающие компании сегодня вновь отличились на планерке администрации города. В особенности Игорь Шутенкова не устроил отчет ТГК-14 о восстановлении асфальтового полотна. Ситуация действительно наболевшая. Ремонт проводят, дороги вскрывают, а вернуть как было, судя по всему, забывают. Остановление твердого покрытия в общей площади 18341 квадратных метров. В том числе это 950 квадратных метров, которые у нас были выявлены, уже сделаны работы уже во время добительного периода. И плюс 1675 квадратов. Это то, что у нас остались долги с прошлого года. Такая информация от вас принимается, но она не удовлетворительная. Вы в этом году собираетесь закрывать те дыры, которые сделали в прошлом году? То есть долги прошлого года. Это понятно, делать надо, но давайте так, с сегодняшнего дня начинаем работать. Вскрыли участок, после себя закрывайте. Не наступает положительная температура, закрывайте плиткой. Плиткой или брусчаткой должны решить уже в ГИБДД. В течение двух недель ответственные органы должны предоставить четкий вариант решения проблемы. И с этого момента за ямы, переходящие из года в год, будут строго наказывать. Закрыли или прикрыли? В начале этого года мы провели рейд по подпольным казино. В итоге несколько точек закрыли. Но так ли это на самом деле? Издревле известно, что игорные заведения быстро встают на ноги и продолжают наживаться. Мы вышли в новый рейд. У игорных заведений существует такая тенденция, что когда их закрывают, они могут в тот же день практически открыться. И мы выехали в очередной рейд проверить, закрыты они или нет. Вот на этой точке мы были, и, как мы видим, она закрыта. Поехали на другие. Мы заглянули на гостиные ряды, где в прошлый раз нам пришлось изрядно потолкаться с сотрудниками нелегальных казино. Закрыто. Закрыто. Там вроде еще одна дверечность. Еще одна дверечность. На сигналке вроде не стоит, но все же закрыто. Но все-таки и на них подействовал запрет. А на Саянах работали целых две точки. После наших материалов их и след простыл. Вот одна из точек на геологической 28А. Закрыто, сдается в аренду. Ну, видимо, их и вправду закрыли. Закрыто вроде. И вроде даже никого нету. Значит, и эту точку закрыли. Надеюсь, навсегда. Как нам сообщили в следственном управлении, в городе прикрыли 10 подобных игорных заведений, завели 8 уголовных дел и изъяли 250 единиц мошеннической техники. Все бы ничего, но такое ощущение, что закрытие точек началось после наших материалов, пока не было публичной огласки. Нелегальные игорные заведения появились сразу после запрета. А это, прошу заметить, в далеком 2009 году. То есть 10 лет правоохранители не замечали или не хотели замечать прибыльный бизнес. Просим горожан, если вы знаете, где есть еще подобные заведения, сообщить к нам в редакцию или написать нам в соцсетях. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Продолжаем выпуск. Два дня, два митинга. В выходные парк юбилейный стал площадкой для отстаивания интересов Байкала и политических лозунгов. Причем политика занимает умы жителей Бурятии гораздо меньше будущего Великого озера. Хотя связь между двумя событиями прослеживалась. Какая? Смотрите в следующем материале. Парковка на газоне, как шаг к единению с народом. Митинг коммунистов, который они с помпой анонсировали под лозунгом «В защиту прав трудящихся», по факту оказался небольшим между собойчиком. Лозунги, которыми сыпали с импровизированной трибуны, давно уже устарели. Из года в год, от митинга к митингу, повестка не меняется. Главное выступить против всех. Главная цель – заявление народа о несправедливой сложившейся социально-экономической ситуации. Ну, к власти. Лозунги не меняются. Все одно и то же. Популизм, как говорится, в чистом виде. Собрались все, так скажем, активисты и организаторы этого митинга. Депутаты народного хурала, активисты, сам Вячеслав Мархаев был. И мизерное количество митингующих. У меня даже сложилось такое мнение, что митингующих было меньше, чем организаторов. Сегодня сотрудников полиции было практически как участников митинга. Причем и среди участников митинга нашлись несогласные с позицией партии. В общий круг их не пустили, поэтому свой молчаливый протест они выразили лишь плакатами. В том же парке днем позднее прошел митинг за сохранение озера Байкал. Он собрал гораздо больше последователей. Были там и коммунисты. На вопрос о том, почему на берегу Байкала строится завод по разливу воды, взялся отвечать депутат хурала Баир Циренов. Законы соответствующие есть. Они работают, потому что все продается, коррупция. Вот, собственно, ответ. О том, что разрешение на строительство завода дал губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко, бурятский коммунист умолчал. Причем телеканал РЕН-ТВ уже ловил иркутского губернатора на том, что Левченко не помнит, кому разрешил строить на Байкале завод. Левченко вдруг запамятовал и не смог ответить на простой вопрос. Кому же принадлежит компания? Скажите, пожалуйста, как проводилась проверка и знали ли вы на тот момент, что данная компания учреждена китайской компанией, доцинская водная компания в озере Байкал? Выше 6 марта какого? 2017. То есть компания уже была учреждена китайской. И каким образом тогда? Неужели у наших отечественных инвесторов нет? Нет, в то время это были российские учреждения. КПРФ, бурятское региональное отделение, активно выступать по этому вопросу не будет. Почему? Потому что мы знаем, что за заводом по розливу Байкальской воды стоит именно коммунист Левченко, губернатор Иркутской области. Это делается на территории Иркутской области, делается с его санкцией. Он прекрасно все это осведомлен и он в этом деле участвует. Левченко знаменит своим трепетным, в кавычках, отношением к природе. В прошлом году в сети появились кадры губернаторской охоты на медведя. В интернете появились кадры зимнего отдыха Сергея Левченко. На видео глава региона стреляет в упор в животное, находящееся в спячке. В комментариях действия Левченко назвали садизмом и браконьерством. В целом, современные коммунисты не были замечены ранее в тяге к экологии. Ни в советское время, ни в наши дни. Вспомнить хотя бы историю со строительством ГЭС в Монголии двухлетней давности. Против выступали от шуменов до экологов. Ни одного коммуниста не замечено. Выборы или конкурс – главный вопрос, который на сегодня затрагивает все районы Бурятии. Причем часть муниципалитетов уже приняли решение отказаться от прямых выборов глав. Остальные все еще в раздумьях. Плюсы и минусы обсуждали первые лица республики. От общественников и политологов до представителей власти. Подробности в следующем материале. Напомню, главная причина поменять систему избрания заключается в том, что муниципальные выборы во многом потеряли свой смысл. В большинстве случаев глав района определяют далеко не жители, а политехнологи и размеры кошельков. Доказательство этому – скандалы в Тунке, а также острая напряженность в Баргузине и Крумкане. Той активности, которая была всплеск в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, вот такой явки нет, к сожалению. Ну, приходит на выборы 40% населения, ну, даже до 50 дел не доходит. Я считаю, что время настало даже на уровне поселения пойти на то, чтобы конкурсная комиссия и утвердить действительно депутатским корпусом поселения и района тоже. Мы же понимаем, в районах сегодня действительно те люди, которые достойны, прошли выборы, вот их народ избрал, но почему нельзя доверить? Депутаты районных советов – это избранные представители народа. И от себя добавлю, что переход к конкурсной системе привлекает большое и придает большое значение институту муниципальных депутатов в сельских районах. По мере развития ситуации политические партии будут уделять больше внимания именно тому, чтобы их представители были среди муниципальных депутатов. Было время, когда в отдельных районах назначали руководителей администрации районов. Эти руководители проходили через конкурсную комиссию. И я не вижу и не знаю, по крайней мере, не слышал, чтобы тот руководитель администрации района не справился со своей работой. Сегодня во многом идет борьба кошельков. Кто собрал фонд больше денег, тот применяет все приемы для того, чтобы выиграть. Бюджетные расходы, например, по республике Бурятия у нас в каждом районе до 4 миллионов. В федеральном бюджете более 10 миллиардов расходуется на организацию избирательных выборов. Поэтому определенная часть будет, если будет реализовываться на конкурсной основе выборы, то, соответственно, будут, так скажем, некоторые экономии. Те люди, которые со стороны, которые, я понимаю, что они искренне хотят эти вещи справить, они идут с популистской политикой, то в дальнейшем-то они не оправдают ожидания. И практика в большинстве случаев это показывает. Профессионалы, когда идут на выборы, которые понимают специфику, они находятся в более такой слабой позиции. Большинство из тех, кто высказался на круглом столе, поддерживают переход на выбор главы района через конкурсную систему. Муниципалитетам, которые испытывают острый кадровый голод, нужны специалисты, которые могут развивать районную экономику. Любовь Абрамова, Анатолий Пляскин, Телекомпания ТВ. Весна пришла и по мусульманскому календарю. Несколько дней национальные диаспоры Бурятия отмечали праздник Навруз. Национальные праздники, танцы, выставки костюмов и другие забавы в следующем материале. Праздник весны мусульмане города отмечали три дня. Он не имеет отношения к религии, это больше почитание традиций. Одна из них – игра в нарды. Здесь важная тактика, умение продумывать ходы. Новичкам же предстоит пройти посвящение в игроки. Стаканчик, бар, дом, голова. Это основные термины в игре, с которыми знакомится начинающий. Игра давно стала интернациональной, без привязки к полу и возрасту. Родители играли, братья, родственники играли. Мне тоже охота была, чтобы с ними состязаться, но когда был маленький, зелененький был. Мы собираем игроков из разных культурных центров, независимо от, еще раз говорю, повторюсь, из национальности. Там и русские, и буряты, и киргизы, и узбеки, и азербайджанцы. То есть мы проводим турнир между всеми. Традиционным является и сам обряд встречи весны. Начало полевых работ, пропуждение природы, как и у любых народов, большое значение имеют символы, особенно в одежде. Я представляю весну в национальном азербайджанском костюме. На мне национальный головной убор в центре бута. Бута обозначает достаток, богатство. Цвета в одежде разные, светлые, не черные. Конечно, радостные, тем более в праздник. А вообще белый, зеленый. Обозначений очень много. Это символика. Там цветы, разные узоры. Это все от природы, то, что было. Это веками собиралось, и сейчас это все рисуется. Вот на мне сейчас чапан, это казахи одевают. Есть летний вариант, есть зимний вариант, ну, теплые чапаны. Есть праздничные, разукрашенные чапаны. Это киргизский национальный колпак. Форма его специально облегающая, чтобы когда скакать на коне, она не слетала с головы. И прекрасно облегает от жары, холода и дождя. Киргизы – это народ кочевники же. Вот это у нас, мы это держим, это все, коня, это своя. Это ваш транспорт? Да, да, это наш транспорт. А вы по городу тоже надо ездить? Не, не, на машине. Мы когда играем, вот, каждое воскресенье, каждое, каждую неделю у нас игра идет. Как пару. И в этот день я хочу вас всех поздравить. Пожелать вам всех благ, здоровья, удачи. И всего лучшего во всех ваших начинаниях. Спасибо. Женщины отвечали за богатство стола. Для гостей киргизские, узбекские, татарские разносолы, приготовленные по всем правилам. Главный символ праздника – пророщенная пшеница – также раздавалась всем желающим. Любовь Абрамова, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Стремительная победа. Спортсменка из Бурятии стала сильнейшей на чемпионате России по армрестлингу. В финале она одержала победу над спортсменкой из Северной Осетии. Валентина Больчугова выступала в весовой категории свыше 80 килограммов. Первая, не нажай на фаламе, не подключай. Открывай. Открывай. Стоп. Стоп. В столу победа одержала Валентина Больчугова. Она становится чемпионкой. В соревнованиях принимали участие 400 спортсменов из 47 регионов. Валентина Больчугова – чемпион и призер чемпионатов России, Европы и мира. Мастер спорта международного класса. В Улан-Удэ прошел фестиваль единоборств и боевых искусств. В этом году соревнование посвящено Алдару Цидинджапову, герою России, который ценой собственной жизни спас более 300 человек. Около 500 спортсменов приняли участие в мероприятии. Кульминацией фестиваля стали поединки между бойцами Монголии и Бурятии. О результатах боев расскажет Илья Балханов. Героями не рождаются, героями становятся. Такой посыл несли соревнования в памяти героя России Алдаре Цидинджапове от начала и до конца. Боевые навыки демонстрировали представители 20 федераций. Пусть наш пустой служит в мероприятии, в борьбе и победе. И пусть наша жизнь будет достойна памяти нашей героев. Финальные бои стали вишенькой соревнований. Бойцы по Киоку Шинкай, боевому самбу и смешанным единоборствам из Бурятии и Монголии, мерились силами. В стиле каратэ победу одержал российский боец Вячеслав Черков. Тяжелая подготовка была. Бой сложился немного тяжелее, чем ожидал. Думаю, помоложе, полегче. Передвигаюсь. Передвигаться получилось, но выжить максимум из того, что хотел, не получилось. Очень тяжелый бой. Рад, что получилось. В смешанных единоборствах бурятские спортсмены также показали высокий класс. Алексей Аранзаев взял на болевой прием соперника из Монголии. В су-главном бою вечера встретились наш земляк Алдар Буданаев и Монгол Торбояр Хурел Батарын. В долгом противостоянии Алдар одержал победу. Ну а триумфатором главного боя стал Баир Асалханов, который взял верх над соперником Алгерман Темуленом. По итогам восьми встреч Россия выиграла Монголию с общим счетом 6-2. Илья Балханов, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. На этом информационный выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин